Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Сегодня в рамках Совета по стратегическому развитию и нас проектом вместе с коллегами из правительства, субъектами Федерации общественных и деловых объединений, обсудим текущие результаты в достижении национальных целей развития. А они, напомню, установлены в демографии, в экономике, в социальной сфере, инфраструктуре, в многих других ключевых отраслях и сферах, рассчитаны на горизонте до 2030 года. В чём важность нашей сегодняшней работы? Хочу это особо подчеркнуть. Подобный мониторинг, аудит нужен не для формального отчёта, не просто для сверки часов между ведомствами. Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо чётко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставания, где копятся нерешённые пока вопросы. И на основе этого оперативного анализа вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как уже сказал, до 2030 года. А такая долгосрочность планирования принципиально важна. Об этом говорят и коллеги в регионах, и, конечно, эта тема не раз звучала и на встречах с промышленниками, с нашими предпринимателями. В субъектной федерации бизнесу, конкретным предприятиям, безусловно, важно знать, какие задачи государство будет решать завтра, послезавтра и так далее. Какие будут востребованы технологии, какие мощности нужно наращивать. Насколько устойчивым, гарантированным будет заказ на продукцию, оборудование, ну и так далее. Какие социальные и инфраструктурные объекты предстоит строить. Где потребуется новое жильё в дополнительных объёмах. Начну с основы, базы для решения наших задач, а именно с положения дел в отечественной экономике. Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали, да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года, вот несмотря на все эти прогнозы, Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира. И по данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперёд, обогнала Федеративную Республику Германии. Вот по паритету покупательной способности, по объёму экономики, это один из важнейших показателей. Да, несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными для российских предпринимателей, компаний. Мы с вами об этом знаем, вместе занимались преодолением этих трудностей. Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы. Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причём более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа. Вот если в целом промышленное производство во втором квартале выросло на 6,3%, то обрабатывающие производства выросли на 11,3%. Очень важно сохранить такую динамику в промышленности. Поддержать инвестиции предприятий, компаний в открытие производств, в освоении новых технических решений и создание рабочих мест. Отмечу, что на этот счёт установлен целевой показатель. К 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70% по сравнению с 2020 годом. И динамика здесь хорошая вот уже третий год подряд. Она превышает плановые значения. Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили. А масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты и так далее, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса. Отмечу, что мы будем и дальше действовать по этому направлению. Делать именно так нам позволяет состояние государственных финансов. Текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несёт рисков для макроэкономической стабильности. Во втором квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 миллиарда рублей. В июле баланс бюджета оказался на 458 миллиардов рублей лучше, чем год назад. Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведён с профицитом. В целом, за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне – около 2% ВВП. Повторю, нужно использовать все возможности государства, обеспечить максимальную отдачу от всех органов и уровней власти. От их партнёрства с обществом, бизнесом для решения национальных задач развития очень многое зависит. Чтобы добиться реальных, ощутимых, а главное – понятных, видимых людям перемен к лучшему в важнейших сферах жизни. На предыдущем заседании нашего Совета в декабре прошлого года детально были обозначены ключевые задачи для правительства и всей системы государственного управления на 2023 год. Об рамках нынешнего заседания. Давайте подведём некоторые итоги. Первая из так называемых, первой из названных тогда задач – это расширение внешнеэкономических связей России с партнёрами из дружественных государств. Для примера, за первую половину 2023 года наш торговый оборот со странами АТЭС вырос на 10,2%. Со странами Евразес товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%. Всё больше расчётов в нашей внешней торговле приходится на рубли и дружественные валюты или валюты дружественных стран. Так, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое – с 12 до 42%. А если считать вместе с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%. Важно продолжать большую системную работу, которую мы ведём по укреплению платёжной инфраструктуры. Она должна быть надёжной, удобной как для наших компаний, так и для их зарубежных партнёров. И, конечно, для расширения внешней торговли нужно развивать логистические коридоры. В первую очередь на Азово-Черноморском, восточном и южном направлениях. Только за последний год объём экспортных грузоперевозок по этим маршрутам существенно вырос. И все прогнозы указывают на то, что он будет увеличиваться. Важно, чтобы пропускная способность инфраструктуры росла опережающими темпами. Только тогда под эти планы мощности бизнес будет запускать новые проекты, получит импульс для развития нашей региона и территории. Правительство уже утвердило так называемые «дорожные карты» на этот счёт. Дело за их воплощением в жизнь, на практике. Добавлю, важно постоянно отслеживать ситуацию в логистике, оперативно решать проблемы, которые здесь возникают. Вот пример из недавнего прошлого. В начале этого года резко, как мы знаем, повысилась загрузка дальневосточных портов импортными контейнерами. Но благодаря совместным действиям правительства, РЖД, удалось нарастить вывоз контейнеров в европейскую часть России, что существенно упростило и ускорило доставку грузов, решило возникшую проблему. Далее. Вторая задача, о которой мы говорили тогда, это укрепление технологического суверенитета нашей страны. Чтобы ускорить её решение, запущен ряд дополнительных механизмов, в том числе льготный режим промышленных кластеров, промышленная ипотека и кластерная инвестиционная платформа. Конечно, это сложная задача, очень сложная для нас, для нашей экономики. Мы прекрасно понимаем, где у нас эти нерешённые задачи. Мы прекрасно это понимаем, где мы даже отстаём в чём-то. Но мы договорились тогда, что в рамках этой платформы в текущем году будут проинвестированы проекты по выпуску приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности. На сумму не менее 2 триллионов рублей. И хотелось бы сегодня, конечно, услышать, как работает этот инструмент и какие есть результаты. Важная тема здесь – это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям. Ключевой механизм такой работы – это федеральный проект «Профессионалитет». Он охватывает около тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора и сотни колледжей по всей стране. За пять лет с помощью этого проекта не менее миллиона человек должны получить современные востребованные рабочие профессии. При этом очень важно и дальше сохранить тесную связку образовательной системы, отраслей производства, работодателей. Кроме того, у нас действуют специальные программы по повышению производительности труда в экономике. Одна из ключевых задач, безусловно. Конечно, она масштабная, но на сегодняшний день мероприятиями охвачено примерно пять тысяч предприятий. Конечно, это только начало, но это уже около ста тысяч специалистов не прошли обучение методом так называемого бережного или бежливого производства. Коллеги отмечают, что участники программ добиваются реальных результатов, имея в виду прирост добавленной стоимости на производство. И нужно, конечно, расширять такие практики и масштабировать их. В том числе с помощью Федерального центра компетенций. Здесь напомню о поручениях. Привлечь этот Федеральный центр к внедрению технологий искусственного интеллекта и современных систем управления. А также применять технологии бережливого производства на ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса. Хотелось бы услышать подробные доклады по этому поводу министра экономического развития. Третья задача затрагивала не только реальный сектор экономики, но, по сути, касалась всех сфер жизни, имея в виду обеспечения финансового суверенитета нашей страны. Известно, что Банк России вместе с правительством подготовили программу, которая стимулирует финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики. Включая такие отрасли и сектора, как машиностроение, микроэлектроника, медицинская и фармацевтическая промышленность, ну и некоторые другие. Подчеркну, эти инициативы должны получить дополнительную поддержку со стороны банков, сектора и наших институтов развития. Отдельная тема – создание в экономике в банковской системе так называемых «длинных денег». Мы постоянно об этом говорим в течение многих лет. Речь идёт о создании ресурсов для финансирования масштабных, комплексных проектов, рассчитанных на длительный срок окупаемости. При этом такие проекты гарантируют рентабельность вложенных средств в доход в течение долгого времени. Чтобы поддержать такие вложения, привлечь дополнительные средства в развитие экономики, с 1 января 2024 года начнёт действовать программа добровольных долгосрочных сбережений граждан. Для каждого участника программы средства в объёме до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством. А при пополнении сбережений на сумму до 400 тысяч рублей в год будет применяться налоговый вычет. Этот инструмент позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать в будущем тоже подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Я прошу коллег из правительства сделать новый механизм максимально удобным и надёжным для граждан. А также прошу правительства установить здесь конкретные ключевые показатели на следующий год. В завершение этой темы хотел бы остановиться ещё на некоторых проблемных вопросах. Мы с вами не раз говорили о важности развития фондового рынка, о том, что нужно создать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала внутри нашей страны, в том числе и для быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Причём это надо делать независимо от того, какая складывается конъюнктура на зарубежных площадках. Отмечу, что сейчас российские компании практически не размещают акции на отечественном рынке, фондовом рынке. С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения. Кстати, они были удачными. Знаю, что Центральные банки и правительства работают в этой части. Однако здесь ещё много предстоит сделать. Обращаю внимание коллег, надо существенно нарастить усилия и добиться конкретных осязаемых результатов. И ещё. За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность. Всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учётом объективной ситуации. И здесь нужно работать в чём числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике. Контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка. Мы недавно только что об этом с вами говорили. Не со всеми, а с некоторыми коллегами мы говорили, обсуждали эти вопросы. Далее. Очередная, четвёртая задача, о которой мы говорили раньше, это опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в городах и сёлах. Строительство и ремонт дорог, школ, детских садов, поликлиник и больниц, домов, культуру, общественных пространств и так далее. Это ключевой элемент, важнейшее направление работы для повышения качества жизни наших граждан, для обновления населённых пунктов и увеличения объёмов жилищного строительства. Мы с коллегами из строительной отрасли недавно обсуждали результаты в этой сфере. За последнее время в стройке набран хороший темп, даже очень хороший. Ожидается, что по итогам текущего года 3,7 миллиона российских семей улучшат свои жилищные условия, а объёмы ввода жилых домов вновь обновят рекорд. У нас хороший темп был. В 2021 году 92,6 миллиона квадратных метров жилия, в 2022 году 102,7 миллиона. Но и я думаю, что в этом году мы тоже превысим 102 миллиона квадратных метров. Да, здесь, конечно, тоже есть вопросы, тоже мы их обсуждали, вопросы, которые требуют особого внимания. Тем не менее, с учётом всех объективных факторов важно и можно не сбавлять набранные темпы, в том числе за счёт увеличения градостроительного потенциала наших населённых пунктов, комплексного развития территории, ввода новых площадок под застройку и сетей соответственно. То есть, опережающего развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры, электро, газа и водоснабжения. Инструменты, ресурсы для этого тоже есть. Так, за счёт Фонда национального благосостояния будет реализовано 239 проектов в сфере ЖКХ в 73 регионах Российской Федерации. Также на эти цели регионы в текущем году получили специальные казначейские кредиты – 110 миллиардов рублей. Разворачивается работа и в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. В этом году с их помощью будут реализованы 347 мероприятий. А в следующем году в рамках уже утверждённой программы в 1 триллион рублей в регионы будет направлено ещё 250 миллиардов рублей. Набирает темп ремонт дорог в крупнейших городских агломерациях, а также опорной дорожной сети. Напомню, к 2030 году не менее 85% таких дорог должны отвечать современным нормативным требованиям. При этом по итогам июля показатель в агломерации уже превысил 80%. Подобная работа также с опережением графика ведётся и в строительстве больниц, поликлиник, ФАПах. В рамках программы НАСПроекта «Здравоохранение» с 2019 года введено 3600 капитальных объектов. Из них 3500 – в первичном звене здравоохранения. При этом сформирован ещё больший задел. И благодаря переносу бюджетных расходов, что называется, влево, на более ранние периоды мы в четыре раза увеличим ввод объектов здравоохранения в будущем году. Их будет запущено 6500 по всей стране. Что касается общего образования, то здесь у нас также большие планы. К началу нового учебного года, а он стартует уже на следующей неделе, будут капитально отремонтированы почти 1300 школ. Ещё почти 500 школ завершат ремонт до конца календарного года. И ещё до 2030 года в России будут созданы, должны быть созданы 25 современных университетских кампусов. В этих студенческих городках разместятся новые общежития, оборудованные лаборатории, технопарки, пространства для отдыха и занятия спортом, ну и так далее. Первые 17 таких проектов уже отобраны и уже стартовали. В Москве, в Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и на Сахалине. Уверен, что передовые комфортные условия для учёбы и научной деятельности в кампусах позволят на качественно новом уровне готовить кадры для нашей экономики по самым востребованным специальностям. А значит, выпускники получат интересную, хорошо оплачиваемую работу, возможность реализовать себя. Ну и в этой связи пятая задача – повышение доходов наших граждан, благополучие российских семей. Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%. Опять же, хочу это тоже подчеркнуть, отметить, в реальном выражении, то есть с учётом инфляции. Конечно, это усреднённые данные, я всегда это подчёркиваю. Тем не менее, это показатели. Сопоставимыми темпами на 4,2% увеличилась и средняя заработная плата по экономике. Я обращаю внимание коллег в регионах, на местах. Динамика заработных плат в экономике субъекта Федерации – это один из главных показателей эффективности управленческих команд. Интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры. Нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы. Также нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов, работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь зарплат бюджетников к средней по экономике региона должны выполняться, выдерживаться, в том числе по итогам текущего, 2023 года. Мы продолжаем индексировать и МРОД, так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января МРОД был повышен на 6,3%. Сейчас он составляет 16 242 рубля в месяц. А с 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОД сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 миллиона работников. Что здесь добавлю? Конечно, мы будем и дальше индексировать МРОД, социальные выплаты, пособия, пенсии, развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами. Но фундаментальными факторами, которые влияют на реальные доходы, на уровень зарплат, сокращение бедности, конечно же, является само состояние экономики и рынка труда, а также, безусловно, темпы инфляции. Объективные данные показывают, что инфляционные риски, хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно, инфляционные риски всё-таки растут. И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план. Я прошу коллег из правительства, Центрального банка, держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсусом мы дольше спор всегда находили, найдём и сейчас. И, наконец, шестая задача – фундаментальный ориентир для всех, без исключения шагов, которые мы выстраиваем в экономике и социальной сфере, да и во всех других – это сбережение народа, защита материнства и детства, рост продолжительности жизни. Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73-х лет. Она у нас присела, как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню. За этой цифрой целый комплекс факторов, включая уровень медицинского обслуживания, качество жилищных условий, дохода людей, состояние экологии, да и масса других вещей. И положительная динамика по этому показателю показывает, что мы движемся в правильном направлении. Вместе с тем, ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, и в отдельные месяцы этого года её темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучше, пока в России рождается меньше детей, чем год назад. Уже мы разговаривали на этот счёт и формулировали специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии. На сегодняшний день во всех субъектах федерации запущены региональные программы по повышению рождаемости. Я прошу федеральное правительство оказать всё необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ. Задача действительно стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации. А она, повторю, сейчас сложная. Ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий. Что здесь хотел бы отметить? Как вы знаете, мы продлеваем пособия по уходу за ребёнком для мам, которые выходят на работу до того момента, как ребёнку исполнилось полтора года. Такое решение уже принято, а с 1 сентября будет запущен ещё один пилотный проект. Его цель – создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми. Все эти механизмы также должны быть максимально и тщательно отработаны. Действовать необходимо эффективно и удобно для граждан. Уважаемые коллеги, масштаб и сложность задач, которые мы решаем и продолжаем решать, носят действительно исключительный характер. Планы у нас амбициозные, большие и требуют максимальной ответственности и концентрации от каждого управленца, специалиста, сотрудника в столице, в региональных центрах, на места. Где-то по отдельным управлениям мы идём с опережением, я уже об этом сказал, ну а где-то есть определённая просадка по срокам или по объёмам. В целом, несмотря на множество внешних и внутренних вызовов, ситуация стабильная, рабочая. Её нужно внимательно отслеживать, мониторить, чтобы, повторю, принимать чёткие, а главное, своевременные управленческие решения. Конечно же, базой нашей успешной работы по всем направлениям является крепкая, устойчивая экономика. Я уже об этом говорил, да мы с вами это прекрасно понимаем. В этой связи повторю то, что сказал о недавнем Петербургском экономическом форуме. Нам нужна проактивная политика экономики предложений, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реализует, реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменение спроса, а сама его формирует. Это означает повсеместное наращивание производительных сил и сферы услуг, создание новых, современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе на основе передовых технологий, которые у нас имеются и, уверен, будут появляться и дальше, благодаря богатейшему научному, творческому потенциалу России. Для построения экономики предложения нужно быть в тесной увязке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. И в этой связи, конечно, прошу Михаила Владимировича Мишустина в своем докладе отдельно остановиться на той управленческой конструкции, которую планируется использовать в ходе такой работы. Пожалуйста, давайте начнем работать. Прошу вас, Михаил Владимирович. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, В ходе Петербургского международного экономического форума вы, Владимир Владимирович, поставили задачу по реализации политики, направленной на развитие экономики предложения. Она фокусируется на формировании современных индустриальных мощностей и вообще целых отраслей. Конечно, при сбалансированном рынке труда, при расширении строительства, обновлении инфраструктуры. Ну и вы говорили об этом, конечно, в повышении эффективности как в части производительности, так и работы всей экономики в целом. Я расскажу подробнее о направлениях, о чем вы сказали, и о инструментах, которые мы применяем для этого. Но первое направление – это инвестиции. Необходимо добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей, которые требуют использования и обслуживания сложного оборудования, освоения новых технологий, ну и высококлассного сырья, материалов, комплексной научной и инженерной поддержки. Но это всем известные сферы, я назову их – это станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, двигатели строения, также радиоэлектроника, авиа- и судостроение, автопром, производство лекарственных препаратов, медицинских изделий. Не секрет, что до момента введения внешних ограничений именно в этих сегментах была довольно большая доля импорта. Внутренних ресурсов для такого развития у нас достаточно. Создан набор гибких инструментов поддержки, это и помощь за счет средства Фонда национального благосостояния, специальные механизмы крупных индустриальных проектов и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, ну и, конечно, обратный инжиниринг, кластерная инвестиционная платформа и промышленная ипотека и многие другие инструменты. Прорабатываем также для настройки законодательства о технологической политике. Соответствующий законопроект сейчас проходит широкое обсуждение. Для развития обрабатывающей промышленности и повышения ее доли в воловом внутреннем продукте правительство продолжает реализацию программ государственной поддержки инвестиционных проектов и решений по автоматизации. Ну, я бы мог долго об этом говорить. Подробнее об этом сегодня доложит Денис Валентинович Мантуров. А второе направление в части формирования экономики предложений – это, конечно, рынок труда. В стране сейчас рекордно низкая безработица, но при этом в ряде сегментов уже наблюдается и дефицит специалистов. Этот вопрос требует такого особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике это может для нас стать новым серьезным вызовом. Уже стало. Необходима своевременная подготовка и переподводковка персонала, прежде всего для обеспечения перспективного спроса в ключевых секторах. Мы начали работу по модернизации программ среднего профессионального образования. Владимир Владимирович, Вы сказали подробно о профессионалитете, но вот по корректировке контрольных цифр приема и по увеличению его целевого объема по востребованным специальностям, в частности, в промышленности. Нужно уже сейчас разработать предложение по изменению и масштабов, и структуры подготовки кадров на ближайшие годы в соответствии с потребностями нашей экономики. Здесь важны как повышение качества образования, так и структурные изменения с учетом текущих и будущих задач. Татьяна Алексеевна Голикова курирует работу межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Владимир Владимирович, о решении этих вопросов будет подробно доложено на заседании Государственного совета в конце сентября. Еще одно ключевое направление – это рост эффективности российской экономики в целом. У нас сохраняются большие резервы для повышения производительности труда, сокращения низкопроизводительных и низкооплачиваемых рабочих мест, цифровизации процессов и развития технологий искусственного интеллекта, усиления приоритизации и, как следствие, эффективности бюджетных расходов. Также в дальнейшем – снижение административных издержек для бизнеса. Сегодня более детально об этом расскажет министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников. Следующая задача – обеспечение опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Капиталоемкие секторы и высококвалифицированные кадры предъявляют повышенный спрос на соответствующие услуги, и поэтому ее формирование в логике экономики предложения должно происходить, конечно, ускоренными темпами. Необходимо совершенствовать инфраструктуру городов, промышленных территорий, пропускные способности автомобильных и железных дорог в направлениях международных транспортных коридоров, обеспечить строительство отечественных самолетов, вертолетов, локомотивов, водных судов и расширение возможностей, имеющей высокий потенциал туристической индустрии. В том числе будут созданы новые круглогодичные морские курорты. С начала этого года реализуется и пятилетняя государственная программа строительства, и также план дорожной деятельности. В регионах стартовал новый проект по модернизации коммунальных сетей. В меняющихся геополитических условиях важно переориентировать товарные потоки с недружественных государств на новые перспективные рынки сбыта, но в том числе через международные транспортные коридоры. Это также одна из задач обновленной стратегии развития внешнеэкономической деятельности, которую правительство готовит. В тесном взаимодействии с администрацией президента, с Банком России, обеими палатами парламента, частным бизнесом, экспертным сообществом, проходят, я вам регулярно об этом, Владимир Владимирович, докладываю, стратегические сессии в нашем коэриционном центре правительства. Вот сейчас в ближайшее время будут рассмотрены модели управления туристической отрасли, ну а также стратегии развития инфраструктуры, искусственного интеллекта и национальный проект по экономике данных. Ведется также специальный проект по рисковым моделям социально-экономического развития и по мониторингу цен. Это, конечно, необходимо, чтобы вовремя выявлять отклонения от планов и быстро исправлять ситуацию, либо где требуется готовить дополнительные решения. 24 на 7 мы как раз ведем такой проект. В обязательном порядке, с учетом, конечно, обратной связи от людей и от бизнес-структуры. Владимир Владимирович, на этом я свой доклад завершу и коллеги из правительства продолжат. Спасибо. Хорошо, спасибо большое, Михаил Владимирович. Ну, там еще в ходе дискуссии к некоторым вопросам вернется. А сейчас Максим Геннадьевич, пожалуйста, министр экономического развития решительный. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Михаил Владимирович обозначил направление и отраслевые приоритеты, по которым мы будем работать. Я более детально остановлюсь на основных механизмах реализации этих задач. Для развития экономики предложения ключевое значение имеют инвестиции. На сегодня российские компании накопили на счетах более 48 триллионов рублей. То есть ресурсы в экономике есть. Чтобы направить их на инвестиции, требуется обеспечить стабильные условия для бизнеса и распределить риски между государством и инвесторами. Ключевой механизм, гарантирующий неизменность условий реализации проекта на весь период, это соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Уже заключено 58 соглашений на 2,6 триллиона рублей. Из них почти 800 миллиардов рублей проинвестировали, 19 тысяч рабочих новых мест создано. Важно, что треть от всех соглашений заключена в этом году. Это значит, что инвестиционная активность сохраняется. В рамках этих соглашений инвесторы могут вложить средства также в инфраструктуру, возместив ее потом за счет будущих налогов. Через фабрику проектного финансирования и ряд отраслевых программ государство гарантирует инвестору доступный процент по кредиту, как правило, это инвестиционные как раз кредиты, покрывая за счет бюджета колебания ключевой ставки. При этом важно, что ресурсы в экономике есть, важно направить их именно на проекты, продукции которых нет на рынке или доля ее мала. Михаил Владимирович назвал эти сферы, это станкостроение, авиа, автомобили, строение микроэлектроника и другие, то, что составляет основу технологического суверенитета. Для этого запущен механизм таксономии проектов. Он позволяет определять такие проекты и стимулировать банки кредитовать их за счет регуляторных послаблений Банка России. Государство также возьмет часть риска по финансированию этих проектов через механизм поручительств ВБРФ. Механизм стартовал в июле, определены уже первые проекты, это производство аккумуляторов для электромобилей и создание верфей для композитных, более экономичных судов. То есть механизм уже заработал, сейчас задача его максимально тиражировать. Механизм, который еще надо запустить до конца этого года в увязке с таксономией, это инвестиционный налоговый вычет. Он призван стимулировать инвестиции уже действующих прибыльных компаний в новые отрасли и новые продукты. Соответствующие поправки в налоговый кодекс подготовлены, правительством рассмотрены и внесены в Государственную Думу. Также на Санкт-Петербургском форуме вы поручили обеспечить со следующего года возможность предоставления такого вычета регионами за счет долгосрочных бюджетных кредитов. Соответствующие предложения готовятся, рассчитываем обсудить их на Государственном совете по инвестициям осенью этого года. Концентрируем поддержку на развитии собственных технологий. Сформировали единую базу технологических компаний, так называемую витринную стартапов. Для инвесторов она содержит всю достоверную актуальную информацию как о самой компании, так и о проектах и разрабатываемых технологиях. Сейчас там почти 9 тысяч компаний и, соответственно, все оцененные проекты. 4 августа был принят закон о малых технологических компаниях, которым определен для них специальный правовой режим, что позволяет нам эффективно донастроить всю эту поддержку. Развитие технологий и инноваций связано с высоким риском инвестирования. Чтобы привлекать частный капитал, усиливаем поддержку венчурных инвестиций. В первую очередь развиваем, конечно, законодательство о договорах инвестиционного товарищества и расширяем потенциальный круг их участников. В настоящий момент возобновился процесс создания венчурных фондов. Любой проект реализуется на конкретной территории, поэтому регионам представлен широкий набор инструментов поддержки. Вы многие из них назвали инфраструктурные и бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, программа 1704, когда регион часть долга федеральному бюджету гасит, инвестируя в конкретные проекты и получая новые налоги. Мы видим, как поменялось отношение регионов. Доля средств, направленных ими в инфраструктуру для проектов промышленности и туризма, то, что непосредственно связано с экономикой предложения, выросла в три раза. Если в начале, на первых отборах инфраструктурных бюджетных кредитов, она была менее 20%, то вот на последних уже отборах в рамках специальных казначейских кредитов и других достигла 60% от общего объема распределяемых средств. Особые экономические зоны позволяют эффективно концентрировать инвестпроекты, обеспечивая их инфраструктурой. Мы по предложению регионов постоянно создаем новые ОЭЗы и совершенствуем этот механизм. С 1 сентября вступили в силу поправки в законодательство, и инвесторы в ОЭЗах получат защиту еще и от ухудшения условий отраслевого регулирования и роста тарифов. Уважаемый Владимир Владимирович, создан широкий набор механизмов поддержки инвестиций, и мы умеем адаптировать их под потребности конкретного рынка, конкретной отрасли и конкретного региона. Условия эффективности экономики – это и поддержка предпринимательства. Начиная с ковида, многое сделали для снижения административных издержек бизнеса. Под руководством Дмитрия Юрьевича Григоренко сократили число проверок, заменили наказание на предупреждение, ввели механизм досудебного обслуживания. Риско-ориентированный подход позволяет соблюдать обязательные требования без роста нагрузки на бизнес. Под руководством Андрея Юрьевича Белоусова продолжается работа по снижению регуляторной нагрузки, в том числе в рамках механизма трансформации делового климата. С этого года вместе с предпринимателями реализуем дорожную карту по реинжинирингу правил промышленного строительства. Уже сократили средний срок строительства на 200 дней. Для поддержки технологий активно используем инструмент экспериментальных правовых режимов. Успешный пример это развитие беспилотных систем. У нас на сегодняшний момент действует три экспериментальных правовых режима для наземных беспилотников и три для, соответственно, авиационных систем. А всего таких режимов уже девять и постоянно идут обращения, в том числе в медицину сейчас пошла, а есть новые идеи. Продолжаем стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Но главная задача здесь перейти от количественного, потому что мы по размеру малого и среднего бизнеса вполне достойно выглядим на фоне с любыми сравнениями. Но надо перейти к качественному росту. Сосредоточим господдержку на компаниях с потенциалом роста от микро к малым компаниям и от малых к средним компаниям. Важно также, чтобы у компаний был стимул перерастать границы МСП, резко не теряя при этом ни в государственной поддержке, ни в преференциях. При этом малый бизнес обеспечивает значительную долю экономики предложения в таких отраслях, как обработка, туризм, IT, инжиниринг. Для стимулирования инвестиционной активности МСП мы применяем и отработали широкий перечень финансовых и не финансовых инструментов, которые позволяют с бюджетной точки зрения крайне, скажем так, не очень затратно, но в то же время охватывая очень широкий круг предпринимателей, предоставлять эту поддержку. В условиях дефицита кадров особое значение имеет повышение производительности труда на основе правильной организации производства, то, что вы сказали. Вы уже назвали ключевые цифры, более 5000 предприятий, где у нас изменена культура производства, и на них сейчас работает 1 миллион 600 тысяч работников. В результате их производительность растет в среднем на 5% выше, чем у коллег по отрасли. Мы специально сравнили, провели такую большую выборку по данным налоговой. У нас, если в среднем по отраслям 19% рост производительности, у этих компаний 24%. Накопленные компетенции предлагаем распространить на новые сектора экономики и технологические цепочки и создать отраслевые центры компетенции не только в обработке, но и, например, в туризме, где большая потребность в новых кадрах, где много людей занято и где есть, за счет чего повысить производительность труда. Повышение производительности труда должна способствовать цифровизации отраслей и ее самая продвинутая составляющая, а именно технологии искусственного интеллекта, то, о чем вы тоже сказали. Мы входим в десятку стран-лидеров по использованию искусственного интеллекта, и это в том числе итог реализации федерального проекта последних трех лет. Чтобы упрочить наши позиции, необходимо дальше формировать тренды в исследовательской повестке, в подготовке кадров. Ну и главное на сегодняшний момент – это обеспечить увеличение вычислительных мощностей. Подробно докладывали вам по этому вопросу в середине июня. И вот, Владимир Владимирович, вы подняли этот вопрос – совмещение двух национальных проектов производительности и искусственного интеллекта. Мы, отрабатывая ваше поручение, как раз взяли 40 решений, готовых с искусственным интеллектом, и передали Федеральному центру компетенции на внедрение, на тиражирование. Выяснили, что, конечно, не все из них готовы к такому массовому тиражированию. И в том числе предлагаем сейчас изменить механизмы в рамках искусственного интеллекта, выделять средства на доработку и внедрение таких решений. А Федеральный центр компетенции готов стать по ряду позиций таким командным, общим заказчиком от целых отраслей на эти решения. Поэтому вот эта вот наша практика совмещения национальных проектов, она действительно, ну, очень такая полезная. Вот мы соответствующие предложения подготовили и будем защищать в рамках стратегической сессии, о которой Михаил Владимирович сказал по искусственному интеллекту. Уважаемый Владимир Владимирович, задачи, которые стоят перед нашей страной, требуют структурной трансформации экономики. И для этого необходимо сосредоточить все доступные ресурсы как бизнеса, так и государства, обеспечить четкую и слаженную работу. При этом самым эффективным инструментом для такой работы являются национальные проекты. Практика показала, что они действительно позволяют в условиях заданных сроков бюджетных ограничений добиваться видимых и для граждан, и для бизнеса результатов. Текущие национальные проекты завершаются в 2024 году. Мы предлагаем сохранить этот механизм, нацелив новые национальные проекты на задачи структурной трансформации экономики, обеспечения технологического суверенитета и развития экономики предложения. Спасибо за внимание. Спасибо. Максим Иванович, Вы упомянули уже несколько раз, говорили о актуализации работы по направлению внедрения искусственного интеллекта. Но вот знаю, что ведется работа по актуализации национальной стратегии развития. Искусственного интеллекта. А там, могли бы Вы поподробнее сказать, что Вы хотите поменять или дополнить? Владимир Владимирович, мы, значит, в стратегии движемся вот в русле тех вопросов, которые 19 июля у Вас обсуждали. То есть, в принципе, у нас неплохой темп набран, с одной стороны, а с другой стороны, вот это резкое, скажем так, прорыв технологий, в том числе модели, так называемые, значит, генеративного интеллекта, ну, вот то, что мы знаем, как ЧАД-GPT, и имеющиеся, в принципе, аналоги в нашей стране, они, конечно, ставят перед нами новые задачи, потому что все это требует, с одной стороны, принципиально новых вычислительных мощностей, и для этого нам нужно серьезно поддерживать наши центры обработки данных и создания новых и действующих. И этот вопрос касается и строительства здесь такого рода центров и завоза оборудования, и проектирования своего оборудования, и решения вопросов с электроэнергией, потому что, казалось бы, ну, где электроэнергия и где искусственный интеллект, но на самом деле все эти вычисления требуют очень энергоемкие и очень затратные, поэтому это тема номер один. Второй момент. Мы подошли к той черте, когда искусственный интеллект реально тиражируемая живая технология, и надо вот максимально сейчас, так сказать, продвигать ее во всю экономику, и вот это вот наша задача. Ну, и, конечно, искусственный интеллект в чем-то уникальная вещь, потому что главное – это кадры. От искусственного интеллекта сложно отрезать. Вот, если у нас будут свои специалисты, они у нас есть, и если мы будем дальше, скажем так, такого класса людей готовить, значит, и насыщать им экономику, то у нас будет реальное движение в разных направлениях и технологиях, и эффективность, и производительность труда, и другие вопросы. Ну, и плюс нам, конечно, надо использовать весь инструментарий, который под руками даем мы субсидии предприятиям, надо смотреть, как они внедряют искусственный интеллект. Реализуем мы нашу научную программу на триллион рублей в год вместе с Академией наук. Тоже надо смотреть, как у нас используются эти технологии в климате, еще где-то. В общем, мы открыли такой большой пласт, и вот этот вот федеральный проект, он действительно нам позволил такую хорошую очень инерцию набрать и движение. Ну, и главное здесь, что, Владимир Владимирович, ну, понятно, раз в полгода мы у вас на докладе, AI-джорни проводится, Сбер активно идет, поэтому вот такое движение большое, и как раз мы пытаемся в стратегии все это обобщить и ответить на те новые вызовы, которые есть. Хорошо, спасибо большое. Денис Валентинович, пожалуйста, прошу вас. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Мы продолжаем работу по наращиванию инвестиций в проекты технологического суверенитета, и чтобы четко сориентировать бизнес на эту задачу, Минпромторг сформулировал перечень почти из 300 видов приоритетной промышленной продукции. На проектах ее разработки и производства мы сфокусировали новые и ранее действующие меры поддержки. И хотел бы отметить те из них, которые дают наибольший приток инвестиций. Прежде всего, это инструментарий комплексной инвестиционной платформы. Интерес к механизму уже проявили предприятия более 10 отраслей промышленности. На сегодня одобрено 19 проектов на 400 миллиардов рублей и в высокой стадии проработки еще 32 проекта на 1,3 триллиона рублей. Об этом я подробно докладывал в начале месяца на вашей встрече с руководителями предприятий промышленности. При текущем уровне ключевой ставки стоимость льготных кредитов для участников кластерной инвестиционной платформы составляет 6,6%. Это пока позволяет сложить экономику большинства проектов. Что касается тех, которые уходят ниже планки рентабельности, мы будем их вытягивать отдельными решениями правительства. Такая нормативная возможность у нас есть. Еще один емкий источник инвестиций конкретно в проекты авиа и судостроения – это льготные кредиты и средства Фонда национального благосостояния. Принятое в текущем году решение обеспечит приток в обозначенной отрасли суммарно более 500 миллиардов рублей. Кроме того, порядка 130 миллиардов рублей будет проинвестировано в проекты производства приоритетной продукции с использованием льготных займов Фонда развития промышленности. И еще около 90 миллиардов рублей – это перспективные вложения участников специальных инвестиционных контрактов, заключаемых в этом году. Также у нас, как я ранее докладывал, высокий спрос на программу промышленной ипотеки и субсидирование неокров. Тем самым, за счет этих ключевых инструментов мы должны выйти на обозначенный вами, Владимир Владимирович, инвестиционный рубеж. И что самое важное, это по итогам года даст старт более двум сотням проектов технологического суверенитета, которые мы на сегодняшний день реализовываем. Сегодня будет реализовываться по современным требованиям к автоматизации производства. Это крайне актуально с учетом ограниченного кадрового потенциала, особенно в части рабочих специальностей. Чтобы планомерно повышать производительность труда на фабриках и заводах, а также снижать ресурсные логистические издержки, мы акцентируемся на проектов цифровой трансформации производственных процессов. Большой пласт этой деятельности связан с разработкой цифровых платформ и программных продуктов. Сейчас при поддержке Минпромторга реализовывается 96 комплексных проектов в создании отечественного промышленного программного обеспечения. В отношении более половины из них уже получены успешные результаты внедрения. Тем самым мы последовательно обеспечиваем технологическую независимость в сфере цифрового проектирования, испытаний, самого производства и управления жизненным циклом и также послепродажного обслуживания. В части программно-аппаратных решений за дело формируются специализированных индустриальных центров компетенций. Они созданы по поручению Мишустина и с учетом и с участием якорных заказчиков из более чем 10 отраслей. Они реализовываются. Всего по линии Минпромторга правительством одобрено 53 проекта индустриальных центров компетенций. Среди особо значимых отмечу разработку средств инженерного анализа, а также управление производственными и технологическими процессами. Чтобы отслеживать глубину использования промышленностью IT-инструментов и технологий автоматизации, у нас с 2020 года используется оценка уровня цифровой зрелости предприятий. На сегодня этот показатель около 45%. То есть без малого половина обрабатывающей промышленности идет в ногу с современными стандартами автоматизации. Ставим себе задачу к 2030 году довести данный параметр до 85%. Очень важная часть по этому направлению – это интеграция в работу предприятия современных роботизированных решений. Из их составляющих являются станки с числовым программным управлением, автоматизированные складские системы, комплексы сборочных операций, ну и, конечно, непосредственно промышленные роботы. Здесь мы пока отстаем от технологических лидеров по показателю количества роботов на 10 тысяч сотрудников, хотя в этой части нужно оговориться, что достоверный статистический учет у нас в данном сегменте должным образом пока не ведется. Этот аналитический пробел мы будем закрывать. Мы договорились с Росстатом обведения соответствующей формы отчетности. Это даст нам реальную картину роботизации и позволит более четко строить планы развития. Если говорить про наличие роботов на нашем рынке, в этом у нас никогда не было дефицита. Ранее представлены модели иностранного производства, сейчас замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран. Промышленные роботы сейчас делают 7 отечественных компаний. В прошлом году они отгрузили заказчикам 120 единиц продукции, при этом их текущей производственной мощности почти в 4 раза больше. Основная причина низкой плотности роботизации в нашей стране, Владимир Владимирович, все-таки в устоявшемся подходе руководителей предприятия. Всегда проще было нанять дополнительных сотрудников, чем инвестировать существенную сумму в роботизацию. При этом у нас есть расчеты окупаемости таких затрат. В разных отраслях этот период в среднем составляет от 2 до 5 лет. Чтобы помочь бизнесу принятию таких решений, есть необходимость проведения технологических аудитов с выработкой рекомендаций по роботизации с экономическими обоснованиями. Прежде всего это нужно делать в отношении государственных компаний и компаний с государственным участием. И по результатам устанавливать требования по повышению уровня роботизации. Мы включили это приложение в проект протокольного решения и рассчитываем на вашу поддержку в этой части. Такой аудит, помимо прочего, позволит сформировать запрос к промышленности и как в части производства самих роботов, так и в отношении компонентов, а также готовых решений по внедрению робототехнических комплексов в технологические процессы. Решением этих задач займется Центр развития промышленной робототехники и мероприятия по их созданию мы погружаем в отдельный федеральный проект развития производства средств производства. Промышленные роботы в нем выведены в отдельное направление, предусмотрены меры поддержки, в том числе в части стимулирования спроса. Хотел бы от лица отрасли поблагодарить вас, Владимирович, за решение по налоговым льготам для покупателей российского высокотехнологичного оборудования. Роботы нами включены в этот преференциальный перечень, что, конечно, добавляет им ценовую привлекательность, то есть базовые условия для ускорения автоматизации промышленности в целом у нас сформированы, и будем продолжать выделять этому вопросу повышенное внимание. Спасибо за внимание. Денис Валентинович, а как Вы оцениваете работу механизма субсидирования НИОКРОВ? Валентинович, этот инструмент у нас на протяжении последних десяти лет постоянно модернизировался, в том числе обеспечивались условия большей доступности к этому инструментарию. Могу сказать, что этот инструмент сегодня крайне востребован предприятием, потому что он дает возможность до 70% компенсировать затраты на НИОКРОВ. Но мы с Вами понимаем прекрасно, что одно дело получить кредит на закупку средств производства и даже воспользоваться промышленной ипотекой для строительства здания, сложнее всего привлечь средства на НИОКРО. Это всегда более рисковое направление, поэтому здесь банки на это средств не дают. Поэтому государство здесь выступает драйвером и подставляет плечо предприятиям на реальную поддержку в реализации НИОКРОВ, что, собственно, является основой импортозамещения и достижения технологического суверенитета. Ну это понятно. Механизм-то как работает, по Вашей оценке? Эффективный, достаточный? Надо что-то сделать дополнительное? Владимир Владимирович, на сегодняшний день никаких замечаний от промышленности, вот предпринимательского сообщества мы не видим. Как я сказал, мы его довели, как мне кажется, до совершенства, с учетом того, что каждый год вносили ряд изменений, как раз подбирая правильные подходы для доступности для предприятий. Ладно, хорошо. Ваш, здесь, ну буквально, встречаясь с промышленниками, ну, во-первых, хотят больше средств для субсидий НИОКРОВ, потому что их очень много и сложно. И второй, гарантированный спрос на длинную. Там еще один механизм, Денис Валентинович говорил об этом, это скидки при реализации первых пробных партий и будущие скидки для масштабирования этого. Потому что, когда сделали изделие и НИОКРОВ закрыли, то после этого его реализовывать очень сложно. Но, в частности, мы там совсем недавно говорили, так сказать, о сложных технологиях, о турбинах. Денис Валентинович, вы не ходили по турбинам, говорили и так далее. Сделали большую турбину. А, соответственно, заменять все западное, от Сименса до всего, сложно. Бояться отсутствия сервисного механизма и бояться гарантированного спроса для того, чтобы, ну, совсем перейти на отечественное. В первую очередь, мы делаем сейчас донастройку. Мы смотрим со средств, в том числе при продаже активов, которые есть, больше средств для субсидирования научно-исследовательских и конструкций и разработок. И, как я уже сказал, так сказать, масштабирование возможностей поддержки тех, кто будет приобретать эти сложные технологии. Извините. Спасибо. Спасибо. Татьяна Алексеевна, по социальным вопросам, простой бы вас высказаться. Да, Владимир Владимирович, добрый день. Вы упомянули в своем вступительном слове вопросы мониторинга и обеспечения повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Я напомню, что мы осуществляем этот мониторинг в продолжении вашего решения от 2012 года и соответствующего указа президента от 2012 года, номер 597. Сегодня это 5,2 миллиона человек бюджетников, которые попадают в поле нашего внимания. 600 тысяч бюджетников – это федеральные бюджетники, и 4,6 миллиона – это бюджетники субъектовые. И по линии Минтруда, и по линии отраслевых ведомств, а также Министерство финансов ведется мониторинг этой работы. И сегодня, с учетом и роста заработной платы в номинальном и в реальном выражении, мы приняли на уровне федеральных органов власти, и Минтрудом и Минфином внесено в правительство дополнительное увеличение фондов оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на сумму 30,7 миллиарда рублей. В ближайшее время эти распоряжения будут переданы на подпись председателю правительства. Это затрагивает сферу образования, культуры, науки, здравоохранения на федеральном уровне. Это позволит компенсировать тот рост фонда оплаты труда, который произошел за прошедший и даже ожидаемый, прогнозируемый период времени. Но мониторинг будет продолжить дальше. Что касается субъектов Российской Федерации, здесь мы ведем совместную работу с представителями Государственного совета, с соответствующей комиссией, которую Алексей Леонидович. На этапе предварительной работы потребности, исходя из выполнения бюджета за первый квартал, потребность в дополнительных средствах по повышению заработной платы, заявляли 44 субъекта Российской Федерации. Сейчас в мониторинге у нас 7 субъектов. Каким образом организована работа? Работа организована следующим образом. Во-первых, Минфин осуществляет мониторинг исполнения бюджетов с учетом прогнозной оценки по поступлению доходов, которые дает Федеральная налоговая служба в первую очередь, и тех нецелевых остатков на счетах, которые образуются в бюджетах субъектов Российской Федерации. Хочу сказать, что по сравнению с 1 января 2023 года нецелевые остатки бюджетов регионов возросли до 4,7 трлн рублей почти на 2 трлн рублей. И поэтому ряд регионов, которые раньше заявляли дополнительные финансовые ресурсы, подтвердили, что они могут реализовать эти полномочия в рамках имеющихся у них доходов. Работа эта продолжается, и, естественно, там, где необходимо будет регионам оказывать соответствующую финансовую помощь, она будет оказана за счет средств, которые предусмотрены в федеральном бюджете. Есть еще третья группа регионов, это новые регионы Российской Федерации, по которым мы тоже осуществляем работу по мониторингу заработной платы. По вашему поручению, Владимир Владимирович, повышение и доведение до 597 указа, как вы помните, осуществляется в два этапа, в 2023 году на 20% и чуть больше 20% с 1 января 2024 года. Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках все нормативные акты приняты, и в первом полугодии 2023 года завершены все выплаты, пересчитанные заработной платы по-новому. В Запорожской и Херсонской областях эта работа продал и в ближайшее время будет завершена. Вы также отметили в своем вступительном слове вопросы, которые касаются реализации всех национальных проектов. Я не буду перечислять количественные характеристики, но мы работаем в рамках тех показателей, которые запланировали для себя на 2023 и 2024 год, и считаем, что уложимся и продемонстрируем хорошие изменения по инфраструктуре, как в сфере образования, культуры, так и здравоохранения. Свидетельством тому, как вы уже сказали, позитивные сдвиги в продолжительности жизни, вы уже назвали показатели. Также я хочу сказать, что за первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели посмертности. Это на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели. В соответствии с вашим решением мы реализуем дополнительные меры по повышению рождаемости. Здесь скромные показатели. Действительно, внутри первого полугодия 2023 года были месяцы, где у нас было некоторое улучшение ситуации по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Но в целом снижение рождаемости у нас на 2,3% первое полугодие 2023 к первому полугодию 2022 года. Очевидно, что это объясняется теми демографическими спадами, которые были в 90-е годы. Но мы надеемся, что тут дополнительный комплекс мер, которые мы выработали в соответствии с вашим поручением, свои результаты даст. И я также подтверждаю, что с 1 сентября 2023 года председателем правительства это согласовано. Мы запускаем пилот по достаточности и эффективности тех мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации, которые сегодня реализуются. Предполагаем, что пилот продлится до конца 2024 года с тем, чтобы можно было настроить меры поддержки и, возможно, выработать новые. Ну и, наверное, еще одна тема, которую очень коротко скажу. Мы продолжаем в рамках вашего поручения развития проекта «Профессионалитет» с тем, чтобы выйти на те показатели, которые были сформулированы вами, а именно миллион человек, молодых специалистов, которые подготовлены по обновленным программам к 2027 году. Работа такая ведется. Я должна сказать, что очень высокая заинтересованность отраслей промышленности. Мы ориентированы исключительно на те отрасли, которые сегодня находятся в периметре нашего внимания и формируют технологический суверенитет. Но, как уже сказал Михаил Владимирович, мы вам подробно доложим об этом на заседании Президиума Госсовета. Также отдельно мы ведем работу по обеспечению кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса. И здесь плотно работаем с Минпромторгом по тем специальностям, которые сегодня востребованы этими организациями. Работа будет продолжена. Будем вам регулярно докладывать, Владимир Владимирович. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Станин Алексеевна. У нас с 2012 года функционировала система независимой оценки граждан и качества социальных услуг. Но вот интерес граждан к такой работе всё-таки по некоторым данным снижается. И вот ОНФ тоже отмечает, что оценки деятельности организаций часто даются не заинтересованными лицами, не получателями этих услуг, не гражданами, а самими организациями. Вот я знаю, что Дмитрий Юрьевич Григоренко в правительстве этим занимается. Дмитрий Юрьевич, есть какие-то комментарии на это ещё? Да, добрый день, Михаил Юрьевич. У нас Минтруд занимается этим вопросом. В целом в правительстве построена достаточно большая система в принципе обратной связи в отношении всех государственных услуг, не только социальных, но и не социальных, в том числе и через наш портал госуслуг, где мы как единую точку входа собираем обратную связь от граждан. Это нам позволяет корректировать и наши действия, и менять цели с точки зрения того, чтобы выстраивать все наши услуги, от помощи до вообще выполнения функций, которые государство, собственно говоря, реализует, именно отталкиваясь от запросов граждан и отталкиваясь от того, как граждане видят, как это должно быть устроено, ну, в том числе и, естественно, по социальной части. Нужно, чтобы этот механизм работал, чтобы глаз, что называется, не замыливался, и вот эта связь с получателями услуг была живой, реальной. Нужно этот механизм всё-таки совершенствовать. Я просил бы вас обратить на это внимание. Хорошо? Вот, спасибо. Михаил Эльбердович, у нас стояла задача, ну, более тщательная работа по борьбе с некоторыми инфекционными заболеваниями. Как, что здесь делается? Уважаемый Владимир Владимирович, акцент был сформирован в сторону гепатита С по вашему поручению. Принято было распоряжение правительства, утверждён план мероприятий по борьбе с данным заболеванием. И в рамках реализации этого плана мероприятия мы подготовили все информационные материалы для работы методические рекомендации по профилактике распространения. Но и в каждом регионе сегодня разработаны и утверждены меры по профилактике и лечению гепатита С. Минздравом подготовлена новая редакция стандарта по оказанию медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, а также разработаны и утверждены критерии оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условий. Разделили систему финансирования, разгруппировали по каждому случаю, что позволило в этом году на 35% увеличить количество пациентов, получивших данный вид лечения. Необходимо отметить, что мы приняли решение по лечению пациентов с данным заболевания маленьких наших ребятишек по финансированию в рамках средств «Круга добра» в этом году все заявки с регионов собраны, приобретены препараты для всех детей без исключения, и в этом году они получают все лекарственную терапию для элиминации вируса гепатита С. Также в рамках сегодня формирования информационных систем вокруг пациента строящихся регистров. Регистр сформирован, в 10 субъектах была проведена апробация. Сегодня разработан проект постановления, он проходит корректировку в связи с вышедшим 53-м федеральным законом, соответственно, он готов к работе. Ну и мы проработали вопрос по снижению цен на лекарственные препараты компании, подтвердили 20-30% готовых в рамках централизации и увеличения объема закупок дать дисконтирование. Также мы проработали вопрос с федеральными органами исполнительной власти по определению источников финансирования на амбулаторном лечении. Есть особое мнение, там у некоторых ведомств сейчас продолжается обсуждение на площадке правительства, думаю, что завершим. И еще один такой важный элемент, это, конечно же, разработка и регистрация собственных лекарственных препаратов. Сегодня 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований, и две компании проводят, сейчас проходят экспертизу, и ждем решения Совета Этического комитета для выдачи разрешения на клинические исследования. Поэтому данная работа ведется, и, соответственно, реализация сегодня этих мероприятий идет в соответствии с графиком. Спасибо, доклад, закончу. Да, правительство, насколько мне известно, разрабатывало всякие предложения по поводу поиска источников финансирования этой работы. Да, такие предложения есть по поводу источника, в том числе согласованные с федеральным ведомством, но пока финального решения нет, поскольку там есть позиция Минпромторга и Минсельхоза. Надеюсь, что мы сейчас общую позицию выработаем и примем решение. Спасибо. Денис Валентинович, сейчас не будем вдаваться в детали и в подробности, но такой источник должен быть, если мы хотим эффективно работать по этим направлениям, потому что дополнительно там ниоткуда деньги не возьмутся. Я бы попросил, я не говорю, что нужно завтра принять такое решение или не принять его, но нужно определиться. Нет, так нет, ну тогда скажите, чтобы он не висел бесконечно. Хорошо? Спасибо. Да, и по поводу обеспечения финансового суверенитета, хотел бы и Антону Германовичу Силуанову, и Владимира Викторовича Частюхина спросить, как они оценивают эту работу. Антон Германович. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Когда мы говорим о финансовом суверенитете, то обычно рассматриваем два аспекта. Первый – это устойчивость бюджетной системы, потому что сбалансированный бюджет, бюджетные правила позволяют создавать такой запас прочности для экономики, оперативно реагировать на возможные шоки. Макроэкономические. И устойчивость бюджета позволяет проводить более мягкую денежно-кредитную политику, снижать ставки, повышать доступность кредит, что важно для роста экономики, для обеспечения как раз суверенитета страны. И при подготовке бюджета на следующую трехлетку мы этими принципами руководствуемся. Понятно, что и для обеспечения финансового суверенитета важна беспроебойность работы финансовых рынков. Финансовые рынки – это основа источника денег для экономики, потому что не все же за счет бюджета финансируются инвестиции, а именно важно, чтобы экономика сама генерировала ресурсы, и как раз финансовый рынок – это тот источник, где эти ресурсы формируются. Наша задача – создать условия для того, чтобы эти ресурсы воспроизводились и направлялись на ключевые направления развития экономики. Поэтому устойчивость финансовых рынков, устойчивая работа финансовых рынков – это одна из важных составляющих основы финансового суверенитета. Провительство здесь делало немало в текущем году. Мы видим, что значительная часть финансовых инвесторов, иностранных инвесторов ушла с рынка. Хочу сказать, что только по вложению в государственные бумаги – это четверть всех инвесторов. А помимо того, что это еще и были вложения в предприятия, те организации, которые выпускали свои финансовые инструменты. Так вот, мы в этих условиях, правительство приняло целый ряд важнейших решений для того, чтобы найти внутренние ресурсы, которые, первое, заместят ушедших инвесторов, а второе – будут воспроизводить те источники, которые необходимы нам для развития экономики. Какие это меры? Была создана линейка инструментов, которая позволяет россиянам надежно вкладывать свои сбережения. Поскольку мы, и вы вступительном слове уже сказали, что мы создали несколько таких новых инструментов, которые заработают в следующем году. Почему в следующем году? Потому что нам необходимо было создать законодательную базу. Их не было раньше. И мы существенно сейчас скорректировали законодательную базу для этого. Значит, это программа долгосрочных сбережений. Вы в вступительном слове говорили. Мы приняли в июле текущего года, значит, парламент принял закон, подготовленный правительством Российской Федерации. Значит, он будет интереснее для граждан тем, что будет с одной стороны и софинансирование, с одной стороны государства этих долгосрочных сбережений, а с другой стороны и налоговые преференции при участии в этой программе. И мы планируем привлечь в ближайшее время 2 миллиона человек, значит, в эту программу. И новые ресурсы, по нашим оценкам, должны дополнительно быть привлечены в сумме 300 миллиардов рублей. Средства граждан будут застрахованы. Да, мы говорили, что страховка в два раза выше, чем по вкладам банков. Это такой надежный инструмент, и он подходит для консервативных бизнес-инструментов. Еще два тоже новых инструмента заработает в следующем году. Это долевое страхование жизни. Значит, инструмент дает возможность помимо страхования накапливать средства и получать инвестиционный доход. Соответствующий тоже законопроект принят в Государственной Думе в первом чтении. Мы до конца года вместе с парламентом отработаем с тем, чтобы этот механизм заработал уже в следующем году. У нас есть все договоренности, и уверен, что нас в парламентарии поддержит в этом вопросе. И индивидуальные инвестиционные счета. Нового типа, третьего типа, мы говорим, это инструмент для более активных инвесторов, для более активных граждан, которые готовы самостоятельно определять те продукты, в которые вкладывают свои собственные средства. Мы видим, что интерес по-прежнему сохраняется. У нас около 25 миллионов брокерских счетов открыто. И наша задача сейчас создать дополнительные налоговые преференции. Они предусмотрены тоже при налогообложении, как при входе в эту систему, то есть будут налоговые вычеты, так и при получении дохода тоже предусматриваются налоговые преференции. И что важно, что мы сейчас в рамках этого нового инструмента стимулируем длинные вложения от 5 до 10 лет, что раньше не было. Поэтому вот эти все законодательные инициативы мы планируем принять, то есть часть принята, часть планируем принять осенью и запустить уже в следующем году. И как раз деньги для новых инвестиций, для длинных инвестиций, для развития. Несколько еще тоже моментов, которые важны для устойчивой работы финансовой системы, финансового суверенитета, это если мы говорим о развитии финансового рынка, нужна прозрачность участников рынка. И соответственно, чтобы участники рынка имели доступ к информации, а куда они будут вкладывать деньги, что это за предприятие, надежен ли этот актив. И вот такой доступ к информации мы открываем. В июле правительство приняло постановление об обязанности компании раскрывать такую информацию, за исключением чувствительной информации. Чувствительная информация, которая сейчас имеет для предприятий значение, по решению предприятия она пока не раскрывается. Но предприятие самостоятельно будет определять перечень раскрытия информации, которая нужна инвесторам, чтобы вкладываться в инструменты, которые предприятие будет выпускать. Далее. Еще одна задача по составлению доверия к финансовому рынку – это помощь нашим гражданам, чьи активы заморожены в недрожественных странах. У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 миллионов российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просили вас тоже здесь поддержать это решение. Далее. Финансовый суверенитет – это, безусловно, не самоизоляция. И мы приветствуем иностранные инвестиции, работаем над повышением привлекательности нашего рынка. Для этого в августе текущего года принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги сейчас в российскую экономику, вкладывают деньги в настоящее время. Поэтому мы говорим, все объемы вложений, которые будут осуществлены в текущем году и позже, значит, пожалуйста, могут быть выведены в виде дивидендов в объеме инвестиций, произведенных в нашу экономику. Это тоже один из элементов того, что мы открываем наш рынок, мы открыты для работы на нашем рынке иностранных инвесторов. А у нас неплохой рынок, и можно зарабатывать хорошие деньги на инвестиции. Далее. Для того, чтобы было более удобно работать инвесторам, в том числе иностранным, мы приняли решение об удаленной идентификации клиента, иностранного гражданина или юрлица. В июле принят соответствующий закон. Тоже инновация текущего года. Это позволит дистанционно открывать здесь, в России, счета для иностранных инвесторов, значит, и, соответственно, управлять этими счетами, вкладывая их в заинтересованных инвесторов предприятия. Хотел бы тоже остановиться на решении текущего года. Значит, речь идет о принятии закона, запускающего эксперимент по развитию партнерского финансирования в России. Это сначала будет эксперимент. Мы с 1 сентября текущего года запускаем его на территории четырех пилотных регионов. Запускается такой новый вид финансовых услуг, где будут привлекаться инвестиции из исламских стран в совместные проекты. Тоже об этом нас просили инвесторы. Соответствующая база подготовлена и законодательная, значит, инициатива принята. В заключение хотел сказать, что все те меры, которые мы принимаем на обеспечение финансового суверенитета, развитие финансовой системы, привлечение инвестиций в экономику, они должны давать результаты. Мы рассчитываем, что таких новых инвестиций и привлечений в экономику дополнительно в 2024 году составит более триллион рублей, если точнее, 1,3 триллиона рублей. Мы планируем увеличить капитализацию российского рынка в следующем году на 2% пункта ВВП, доведя ее до уровня более 26% ВВП. Мы планируем привлечь при первичном размещении акций в втором плугодии текущего года около 10 миллиардов рублей, в следующем году более 30 миллиардов рублей. Деньги, может быть, незначительные, но это первые шаги после перерыва выпуска акций для привлечения капитала. Таким образом, Владимир Владимирович, мы в этом году запускаем целый ряд таких новых инструментов, запускаем новые источники для создания инвестиций, рабочих мест, роста экономики, ну и, соответственно, повышения, в конечном счете, темпов роста и доходов наших граждан. Спасибо. Я сейчас прокомментирую некоторые. Спасибо большое. Владимир Викторович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Антон Германович обрисовал ситуацию в целом. Я буквально остановлюсь на нескольких аспектах. Одним из краеугольных элементов финансового суверенитета является ценовая стабильность. И вы, Владимир Владимирович, уже говорили о возросших инфляционных рисках в связи с перегретым спросом. Антон Германович сказал о важности обеспечения устойчивого бюджета. Я не буду здесь повторяться. И одновременно с этим мы, как Центральный банк, очень серьезно следим за перегретым рынком кредитования. Инструментами денежно-кредитной политики реагируем на данное явление. Очень надеюсь, что темпы прироста кредита будут соответствовать тем базовым прогнозам, которые есть у нас в Министерстве экономического развития. Одновременно с этим надо сказать, если говорить о финансовом рынке, который должен обеспечить инвестиционным ресурсам экономику, то здесь, наверное, надо остановиться на том, что после ухода иностранных инвесторов мы опираемся на внутреннего инвестора, большую роль придаем розничному инвестору. Если посмотреть на все накопления граждан, которые есть сегодня на финансовом рынке, то это порядка 56 триллионов рублей. Но проблема, вроде бы ресурс большой, но проблема заключается в том, что значимая часть этого ресурса вложена в краткосрочные инструменты. Только 36% от этого объема можно считать долгосрочными ресурсами. И вот все те меры, которые были господином Силуановым перечислены, а мы полностью работаем здесь совместно с правительством, с Министерством финансов, они с нашей точки зрения должны сдвинуть инвестиционные предпочтения, в том числе к более долгосрочному инвестированию. И здесь не важно, в какие инструменты, либо там страховое, либо долгосрочные сбережения, иные инструменты. Важно, чтобы это было более долгосрочным. И вот если, предположим, эти 36% превратить хотя бы в 50%, то тогда это дало бы нам дополнительно долгосрочный ресурс более 7 триллионов рублей, что, конечно, очень значимые суммы. И точно так же мы действительно уделяем значимое внимание по привлечению, созданию основы за счет инфраструктуры инструментов для привлечения дружественных иностранных инвесторов. Это действительно и партнерское финансирование. Мы очень надеемся, что наши там арабские партнеры, другие партнеры, которые придерживаются принципов исламского партнерского финансирования, будут приходить к нам. И, соответственно, это так называемые зеленые инвестиции, которые тоже важны и России, и продолжают привлекать особое внимание наших партнеров и дружественных стран. В заключение еще раз хочу тоже подтвердить точку зрения, что для инвесторов как розничных, так и институциональных принципиально важно доверие на финансовом рынке, а это и вопросы раскрытия информации. Мы понимаем, что чувствительная информация, ее не ко времени сейчас раскрывать, но максимум той информации, которую можно раскрывать, нужно. Это и вопросы защиты прав миноритарных акционеров и выстраивания правильного корпоративного управления, чем сегодня правительственные банки занимаются. И, наверное, в завершение надо сказать, что вопрос доверия – это и те меры, которые мы принимаем с точки зрения сохранения рыночных основ финансирования экономики. То есть это тоже очень важный элемент для инвесторов, как сигнал, который государство дает по тому, каким образом финансируется долгосрочный проект. Спасибо. Спасибо. Хотел бы обратить внимание коллег наших финансовых властей на то, что все-таки некоторые вещи требуют особого внимания. Все, работа идет должным образом, на хорошем уровне. Тем не менее, первичных размещений акций у нас все-таки маловато, прямо скажем так. Есть и другие вопросы, требующие дополнительного изучения. Хотя в целом, конечно, результат стабильности говорит о том, что работа идет, и эта работа проводится с должным качеством. Так, коллеги, есть желание и необходимость у кого-то высказаться по... Позвольте, Владимир Владимирович, позвольте, позвольте, Владимир Владимирович, коллеги Александр Сергеевич. Да, 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 Александр Сергеевич, я прошу коротко, потому что у меня там уже Брикс подвигается, мне туда нужна... Да. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, за период с 2020 по 2023 год вклад малого и среднего бизнеса в абсолютных цифрах, валовый продукт страны, существенно вырос. Если в 2020 году это было 22,2 триллиона рублей, в 2021 26,5, то в 2022 году ожидается, цифры будут в январе, но ожидается 30 триллионов рублей. То есть в абсолютных цифрах на 8 триллионов рублей вклад малого и среднего бизнеса вместе с ростом ВВП, вместе с ростом экономики, но он существенно вырос. Кроме того, по занятости в МСП сегодня работа, это порядка 30 миллионов человек вместе с самозанятыми, это порядка 40% уже занятых граждан. Без самозанятых порядка 30% или 22,5%. Согласно реестру МСП количество предприятий год к году выросло в прошлом году на 250 тысяч предприятий. По исследованию ВЦО, восприятие россиянами предпринимательства в нашей стране положительно оценивает 92% респондентов. Причем в молодежи уровень положительного восприятия предпринимательства 99%. Это данные в ЦИОМ. Условия для развития МСП в регионах положительно оценивает каждый второй опрошенный. В 2013 году это было в два раза меньше. Есть позитивные и сдвиги фискальной составляющей. К примеру, в 2021 году, по сравнению с 2020, малый средний бизнес внес во все бюджеты на 1 триллион больше в 2021 году, чем в 2020. В 2022 году еще на полтриллиона больше. То есть малый средний бизнес по итогам трех лет, он стал платить во все бюджеты на полтора триллиона рублей ежегодно больше. И, к примеру, взносы в 2022 году составили порядка 4,7 триллионов рублей. Конечно, это совместная работа и малого бизнеса, и правительства Российской Федерации, региональных правительств, бизнес-объединений. Мы плотно работаем, ну, прежде всего, конечно, и с Минэкономразвития, и с Минпромторгом, с Минстроем, хочу выделить, также. Корпорация МСП, другие бизнес-объединения. И о чем я бы хотел обратить внимание. Во многом этого удалось достичь за счет тех механизмов обеления, которые запустило как раз правительство Михаила Владимировича Мишустина еще в 2020 году. То есть эффект от обеления, он получился как раз ожидаемым. Резко выросло поступление. Мы понимаем, что сейчас нужны резервы. Нужны резервы для бюджета Российской Федерации прямо сейчас. Мы считаем, что есть большие резервы в обелении сегодня. Мы свои предложения проработали и с Министерством финансов в общественном совете, и с ФНС мы проговаривали наши предложения. Мы свои предложения направили в аппарат правительства. Они сейчас как раз изучаются по поручению Михаила Владимировича в аппарате. Речь идет о том, что если существенно изменить также регуляторику в ряде отраслей, а именно это касается таких отраслей, как регуляторика в сфере розничной торговли, к примеру, алкогольной продукции, где много теневого бизнеса, табака, фитнес-индустрии, охранной деятельности, туризма, самозанятости, то можно дополнительно, без дополнительных инвестиций, за счет этого получать более 100 миллиардов рублей дополнительных доходов уже в следующем году. Поэтому мы, конечно, просим изучить наши предложения в комплексе. Они глубоко проработаны с отраслевыми ведомствами, и мы готовы это изложить более подробно. Кроме того, мы понимаем, что главный все-таки успех этой инвестиции, и я бы поддержал здесь предложение министра экономики все-таки решить вопрос с инвестиционным налоговым вычетом в регионах. Это такое ключевое именно для малого бизнеса. Сегодня невыгодно регионам давать инвестиционный налоговый вычет, потому что они теряют деньги сегодня, а получат их через три года. И если на эти три года дать казначейские кредиты, бюджетные кредиты, то тогда совершенно по-другому заработает этот механизм. А это именно, прежде всего, для малого и среднего бизнеса. Кроме того, вот если по кластерам мы поддерживаем предложение Дениса Валентиновича, но ведь рассматривалось, что в кластерную систему войдут не только спики, где объем инвестиций 700 миллионов рублей и выше, но и приоритетные инвестиционные проекты регионов, где пороги меньше. Но пока они в кластерную политику не попали. Мы сейчас отрабатываем, в том числе и с Андреем Ромичем Белоусовым, и с стимулированием малых инвестиций в рамках инвестиционных стандартов в муниципалитетах, считаем, что он должен быть от 10 миллионов, рассматриваться на муниципальном уровне. И поэтому внимание к малым инвестициям, оно здесь, конечно, это тоже большой резерв. И в заключении, Владимир Владимирович, мы сейчас вместе с Росконгрессом также готовимся к Восточному экономическому форуму. И на Дальнем Востоке особенно остро стоит вопрос кадров, особенно вот в строительном секторе. Раньше порядка 50 тысяч виз, к примеру, Российская Федерация выдавала для северокорейских рабочих. Сейчас фактически это прекращено, мы понимаем, что это санкции ООН, но, возможно, можно говорить об их смягчении, чтобы мы хотя бы там, как и раньше, 30 тысяч северокорейских дисциплинированных, качественных рабочих могли получить на предприятия Дальнего Востока. Спасибо за внимание, работаем с правительством, так как мы это наработали во время ковида. Спасибо. Надо посмотреть ваше предложение, понимательно. Что касается дополнительных кредитов в регионах, ну, средства в целом есть. Это вопрос не только проработки с ведомствами и с регионами, которые теряют определенные деньги, но и необходимо проработать, как я уже сказал, с финансовыми властями, потому что здесь возникают вопросы макроэкономической стабильности. Ну, сейчас вдаваться в детали не будем, но я надеюсь, вы понимаете, о чём я говорю. Так, пожалуйста, коллеги, кто ещё? Спасибо большое. Я хотел бы вас всех поблагодарить, у нас участников много, но я, тем не менее, попросил собраться именно в таком широком составе, потому что вопросы более важные. Они касаются всех, без всякого изъятия, и общественных организаций, предпринимательское сообщество, регионы, правительство, Центральный банк. Все так или иначе принимают участие в этой огромной масштабной работе. Наша цель сегодня – это подвести некоторые итоги, провести анализ, даже в ходе подготовки к сегодняшней встрече, к сегодняшнему совещанию. Этот анализ проводился, и это видно по подготовленным материалам. Но это только первая часть нашей работы. А вторая часть на основе этого анализа предполагает определённые выводы и соответствующие коррективы, внесение соответствующих корректив в нашу работу с целью обеспечить все поставленные нами перед собой задачи развития. Чтобы ничего не забылось, как обычно мы это сформулируем, я прошу администрацию президента, правительство вместе проработать и подготовить проекты этих поручений, так, чтобы мы выстроили линейку неохладимых, рассчитанных на ближайшую и среднесрочную перспективу шагов. Всем большое спасибо. Всего хорошего. Спасибо.